Проблемы выхода позвоночных на сушу. И наше с вами вот это занятие будет посвящено предысториям. Мы с вами будем разбираться с тем, во-первых, кто такие позвоночные, что такое суша и с какого перепуга вдруг позвоночные полезли на сушу. Последний вопрос на самом деле, как это ни странно, к среднему обывателю в голову никогда не приходят. Но дело в том, что наземно-воздушная среда обитания крайне враждебна к любой форме жизни. Воздух – это очень враждебная среда для любой жизни. Более того, абсолютно любая живая клетка, если ее поместить на воздух, гибнет в течение 10-12 секунд. Другой исход невозможен, только гибель. С чем это связано? А связано вот с чем. Поднимайте руки, кто не понимает, что такое диффузия. Есть ли здесь люди? Ну вот несколько самых маленьких. Хорошо, опускайте. Значит, давайте вот так с вами договоримся тогда. Поскольку все-таки большинство здесь, народ более харший, да? Вы запишите слово диффузия, а потом наберите в сети. В гугле или в Яндекс, неважно. И попробуйте разобраться с тем, что это такое. Очень кратко говоря, диффузия – это проникновение молекул одного вещества, промежутки между молекулами другого вещества. При этом происходит это из-за неостановимого движения молекул, температурного движения. Остановить его нельзя в принципе. Оно всегда происходит. Так что диффузия неостановима. А теперь поднимайте руки, кто может ответить на вопрос. У нас с вами будет все занятие очень интерактивно построено. Мне необходим диалог. Что понимает, чем покрыта любая живая клетка снаружи? Прошу. Белепитный слой или клеточная мембрана? Слушайте, отлично, коллега, очень хорошо. Именно так, именно биомембрана. Классическая школьная ошибка. Для тех, кто не в теме. Считать, что клетка покрыта снаружи клеточной стены. Разница принципиальная. Скажите, чем покрыто снаружи тело средневекового рыцаря? Господи. Тело средневекового рыцаря покрыто кожей. А доспехи одеты сверху на тело. Доспехи не являются частью тела. Доспехи на тело одеты. Так вот, каждая клетка представляет живую конструкцию, внешняя граница которой называется биомембрана. А на некоторой форме жизни, снаружи, одеты доспехи, которые не относятся к клетке. Вот эти доспехи называются клеточная стенка. Так, в клеточной стенке никогда и никакие биохимические реакции, свойственные для клетки, не происходят. А это та же самая слизистая оболочка. Не, 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 спасибо. Слизистая оболочка это совсем не так. Хорошо, при этом эта стенка, разумеется, дыряненькая. Размер отверстий такой, что в них могут пролезть даже самые крупные молекулы. Движение вещества за счет диффузия из вот этого пространства, вот стеночной и внешней среды, вот здесь вполне возможно. Это самая большая молекула, это ДНК? ДНК может, белки могут. Дело в том, что эти два класса веществ часто объединяют под общим названием макромолекулы. Размер, для тех, кто не очень об этом задумывался, чтобы порядок, катастрофы могли себе представить. Ну вот молекулы серной кислоты. На самом деле крупная молекула в химии неорганики. Прикиньте, не точно, спрашиваю, порядок хотя бы. Молекулярной массы серной кислоты, сколько она есть? Ну понятно, что до сотни атомных единиц. За сотни переваривают. Молекулярная масса тяжелых белков 5-6 миллионов единиц. Разница, понимаете? Молекулярная масса ДНК еще больше. Разница многопорядковая. Так что вот эти системы объединены под названием макромолекулы. Очень многие вещи, которые в школьной химии проходили, с ним просто не то, чтобы не работают, но работают очень своеобразно. Там возникает масса своих дополнительных условий, диктующих эту работу. Но в данном случае нас это не очень интересует. Нас интересует лучше. Итак, вообще-то клеточная стенка штука очень выгодная по массе причин. Первая очевидная ее задача – это защита живой системы от враждебной внешней среды. Но есть вторая не менее важная задача – поддержание формы. Дело в том, что живые организмы, имеющие клеточную стенку, поддерживают форму патринк футбольного мяча или велосипедного колеса. И та и другая конструкция состоит из двух деталей. Внутренняя деталь называется камера, а внешняя деталь называется покрышка. Вот скажите, я себе взял футбольный мяч, ненадутый, вынул из него камеру. Могу ли я смять покрышку? Да. Да, вполне. Покрышка жесткая или нежесткая? Нежесткая. Нежесткая. А вот порвать я ее могу или нет? Нет. Нет. Покрышка гибкая, но очень прочная на разрыв. Теперь что делаем? Вставил камеру в покрышку и накачал воздухом под давлением. Извыток внутреннего давления старается покрышку порвать, разорвать. Но она прочная на разрыв. Что происходит с самой формой мяча? Во-первых, он слегка растянулся, будет ли он дальше сильно растягиваться. Его трудно сжимать. Значит. Дело даже не в том, что его трудно сжимать. Ну хорошо, я нужен здоровый и упрямый. Я взял, нажал. Но как только я отпустил, что произойдет? Восстанавливается. Такое новое свойство появилась у системы. Упругость. Способность восстанавливать форму после снятия нагрузки. Так вот, все клетки организмов, имеющие клеточную стенку, форму держат вот по этому принципу. Клеточные стенки не жесткие. Клеточные стенки прочные на разрыв. А значит, необходим некоторый избыток давления вот здесь, в самой клетке. Этот избыток давления достигается за счет диффузии. Смотрим, в какую сторону всегда направлена диффузия. Руки поднимайтесь. Итак, направление диффузии. Куда всегда направлены? Опа! Все заявились как знающие диффузию. И при этом направление диффузия тайно. Да? Ну, прошу вас. Прошу вас. В обе стороны. В обе стороны. Диффузия в обе стороны. Классно. Молепулярное движение, оно действительно имеет хаотичный характер. Да? Хаос полный. А вот при диффузии за счет хаоса создает совершенно определенный порядок. Ровно так же, как в эволюции, за счет случайных изменений, хаотичных изменений, мутаций, возникает не просто порядок, а высочайшие формы многоуровневого порядка. Действительно не знаете? Так, ну, народ, давайте мы слегка отпущемся от магистрали. Дело в том, что тема нам в дальнейшем будет исключительно важная. Если совсем не понимать про диффузию, ну, дальше некоторые вещи у вас просто провисли. Объяснение перестанет быть понятным. Давайте с вами рассмотрим очень простую модель. У вас есть кусочек сахара. Допустим, это чистая глюкоза. Выписываю формулу С6Н12Р6. Запоминать его совершенно не надо. Записываю вот дальше. Формулу воды H2O. Вероятно, слышали про это. А, это углевод. Это, конечно, углевод. Разумеется, это углевод. Скажите, какая молекула более массивная? Глюкоза или воды? Глюкоза. Глюкоза. Причем во много-много раз глюкоза более массивная. Классно. Ну, и вот теперь наша моделька. Под эти стакан с водой. Значит, берем стакан с горячей водой. Вот он. И бросаем кусочек сахара. Не размешиваем. Но, несмотря на то, что мы не размешивали, через 2-3 часа сахар будет виден или нет в стакане? А куда он денется? Он разложится. Значит, ребят, наука отличается от бытового языка. Это очень простой вещь. В науке люди говорят не слова, а термины. Чем слово бытового языка отличается от научного термина? Кто понимает? Обозначение есть. Ребят, в нашем бытовом языке у слов, у любого слова есть синонимы. Всегда можно как-то боковым путем объяснить его значение. Не бывает слов с единственным значением. А в науке запрещено приписывать слову несколько значений. У каждого слова только одно единственное значение. Именно поэтому научное утверждение, в отличие от бытового, очень легко проверяемо. Если человек владеет языком науки, если он знает терминологию науки, то очень легко понять, что говорит коллега. А вот на бытовом языке это почти невозможно сделать. Потому что в каждую фразу любой человек вкладывает свой смысл. Идея понятна? Потому что в дальнейшем просьба стараться все-таки придерживаться терминологии. Разложение, конечно, никакого не происходит с сахаром в горячей воде. А какой процесс пойдет? Да знаете вы, не бойтесь. Ну, громче. Растворение. Ну, растворение, конечно. Итак, при растворении что оказалось? Молекулы воды отодрали друг от друга молекулу сахара. Дело в том, что они к ним притягиваются и суммарно тачат в разные стороны. И у нас что оказалось? Вот эти молекулы. Их отодрали друг от друга. Но они с самого начала равномерно распространились к всему объему и лени. Да нет, они в основном вот здесь, в том районе, где находился песок сахара, там молекулы в основном сконцентрированные. Классно. А теперь весь этот объем молекулами воды заполнен? Да. Заполнен. А теперь температурное движение молекул неостановимо. Молекулы постоянно двигаются, сталкиваются, отскакивают друг от друга. Классно. А теперь смотрим. Вот у вас, выделяю. Вот это молекулы сахара. Ее случайно бросило вниз. А к кому она ударится? К другим. Они из них. А к другую молекулу сахара. У них масса примерно одинаковая. Да, одинаковая. Что произойдет? Взяли два одинаковых массивных тела, ударились. Они разлетятся на разные склады. Отлетят. Причем с одинаковой силой или с разной? С одинаковой. С одинаковой. Классно. То есть она вернулась и ударилась теперь об эту молекулу. Ясно, что в другую сторону происходит. Не все только от другого. Да, и вот так вот они здесь мечутся. За исключением молекул внешнего слоя. Вот молекул внешнего слоя. Если ее вниз бросило, она ударится о сахар. А если ее вверх бросило? А в волну? А в волну. А теперь вы в бильярд играли когда-нибудь? У всех бильярдных шаров примерно одинаковая масса. Вот у вас сталкиваются два бильярдных шара и разлетаются. Все классно. А теперь поиграем бильярд таким образом. У вас есть пушечное ядро и бильярдный шар. Вот пушечное ядро куда-то двигается и натыкается на бильярдный шар. Вопрос. Вот эта парочка с одинаковой силой разлетится в разное время? Пушечное ядро почти не изменит траекторию. Почему? Да масса во много раз больше. Это понятно? Значит, в результате вернется ли обратно вот эта молекула? Здесь вода. Масса воды во много раз меньше, чем масса молекулы сахара. Так молекула сахара ударилась в молекулу воды. Она вернется обратно или нет? Нет. Она, конечно, изменит немного свое движение. Допустим, вот так. Но она не получила достаточный импульс, чтобы вернуться обратно. Хорошо. Здесь она еще раз ударилась. Она вернется обратно? Да нет. Поехала. Теперь следующая молекула, которая на краешке. Если ее бросила вниз, она ударяется от таких же. А если вверх? Уехала. После того, как вверх не слой уехал. Ясно, что в такой же ситуации оказывается второй слой. После того, как вот эти молекулы уехали. Вот эти молекулы теперь вот здесь где-то, да? Хорошо. Теперь вот эта молекула. До этого она была закрыта верхним слоем. Теперь он разбежался. Что с ней будет, если ее бросит вверх? Улетит так же. Улетит вверх. Это понятно? Да, конечно. Улетит сахар. Что такое сахар? Еще одно молекулы. Стоп. Очень хороший вопрос. Кто может, глядя на эту схемку на доске, прикинуть, в каком направлении движутся молекулы сахара? Снизу вверх. Ага. Ну вот вы в рамках вашей привычной координатной сетки. Смотрите, если они поднимаются вверх, тогда что должно произойти? Рано или поздно они все поднялись. И что образовали? Образовали скопление молекулы сахара, только не внизу, а вверху. Они тоже были. Возможно или невозможно? Нет. А почему невозможно? Потому что они снова будут друг от друга. Они будут отталкиваться друг от друга. Ведь сахар от сахара, отталкиваясь, разлетаются. Вопрос. В какую сторону будут двигаться молекулы сахара? Прошу. Еще раз. Во все. При температурном движении, действительно, движение в разные стороны равновероятное. Но в данном случае оказывается, что неравновероятное. Есть направление, в котором с большей вероятностью пойдут все молекулы. Из зоны большей концентрации. Именно так. Как называется величина, которая используется в химии и физике для оценки количества вещества в заданном объеме газа или жидкости? Моль. Игра на моль. Концентрация. Слово слышали? Ага. Итак, при диффузии, откуда-куда происходит перемещение вещества. Прошу. Из зоны высокой концентрации вещества в зону более низкой концентрации вещества. Универсальное правило. Кстати, как следует понять, что такое жизнь, не понимая этого правила, нельзя совсем. Вот просто совсем невозможно. Дело в том, что процессами, транспортными процессами внутри живой клетки управляют не биополе, не маленькие зелененькие человечки, не Дух Святой, а управляют диффузионные процессы. Вещь элементарно простая. Вот давайте смотрим. Есть у вас вот эта клетка, да? Вот в этом месте происходит биосинтез некоторого вещества, вещества А. Здесь оно синтезируется. А нужно вещество А вот в этой клетке. Это зона потребления. Скажите, пожалуйста, если это зона синтеза, что в этом районе с концентрацией вещества А? Чем дольше идет синтез, тем меньше концентрация? Тем больше. Тем больше концентрация. Здесь создаем вещество А. А здесь мы используем вещество А. Мы его либо сжигаем, либо из него что-то строим. Но вопрос в этой зоне. Концентрация вещества остается прежней или как-то меняется? В какую сторону? Уменьшается. Уменьшается. Ну и что начинается? Здесь концентрация возрастает, здесь концентрация падает. Что начинается? Начинается переход. Начинается переход. Диффузия. Молекулы вещества сами идут из той зоны, где их концентрация выше, в ту зону, где их концентрация ниже. Нужно ли для этого представление о каких-то других внешних силах? Да нет, конечно. Направление переноса веществ определяется диффузионными градиентами. Причем на дорожку можно сделать вот такой извилистой, с какими-то переходами. И все равно вещество пройдет по всем этим извивам. Почему? Потому что здесь его концентрация выше, а здесь ниже. Почему это для нас важно? А важно это вот почему. Биомембрана, которая являет на коже клетки, не замечает воду. Крупные молекулы она не пропустит. Крупные молекулы сквозь биомембрану сами пройти не могут. В биомембрану вмонтирована особая дверь, которая клетка умеет открывать, закрывать, контролируя проход крупных молекул. А вот молекулы воды они маленькие. Поэтому вода совершенно запросто вот так может. Я говорю, куда обратно. Сквозь биомембрану всяких вопросов. Теперь берем клетку без клеточной стенки для простоты. Можно в клеточной стенке это ничего не изменить. Но просто сам чертеж будет более понятный. Вот это биомембрана. Клетка в водной среде. В океане, где-нибудь в озере, это совершенно не важно. Значит, молекула воды за счет диффузия может ли случайно выйти из клетки? Да. Может. Направление движения, при температурном движении, хаотично, случайно. Может ли вернуться? Нет. Может. Никаких проблем? Хорошо. А теперь берем эту же клетку и вынули на воздух. Может ли молекула воды сквозь мембрану выйти? Почему? У вас что, свойства мембраны изменились? Может. Мембрана не задерживает волокон. Хорошо. Может ли эта молекула потом вернуться? Нет. Нет. А почему? Почему нет? Здесь не в давлении дело. Если вы пролили чайную ложку воды у себя на пол в кухне, лужа будет на всю жизнь. Лужа на всю жизнь будет? Высохнет. Есть такой процесс, называется испарение. Что происходит с жидкостью, если жидкость контактирует с газом? Молекулы жидкости отрываются от массы жидкости и начинают гулять между молекулами газом. На паталом языке это называется испарение. Классно. Вода дефундировать сквозь мембрану может. Она бы и обратно дефундировала ради воды. Но просто воды не осталось. Почему? Потому что вода испарилась. В результате отдавать в обуви плетка, причем всю поверхность мембраны будет. А обратно она получит хоть что-нибудь? Нет. Да ничего, она не получит. Отчего погибнут абсолютно все живые плетки на воздухе? От высыхания. От высыхания. От высыхания. Причем, я говорю, несколько секунд буквально. Вопрос. Как же тогда умудряются выжить все наземные живые существа? Не только мы с вами, а растения, грибы, простейшие. Ну, земля достаточно плотно населена. Да. Да. Абсолютно необходимые условия для всех наземных существ необходима вокруг всех живых плеток защиту от контактов. Ни одна живая плетка, ни у одного там, ни у одной морковки, которая растет на улице, ни в нашем теле, ни одна живая плетка с воздухом не контактирует. Ну, морковку, бог себе представляете. Ну, себя-то любименького все представляют. Все представляют. Давайте глянем. На поверхности кожи у нас хоть одна живая клетка есть? Нет. Ни одной. Чем покрыта вся поверхность кожи? Вот когда говорят, что у человека здоровая кожа, что это значит? Эпидермис. Эпидермис – это название ткани, живые клетки. А в кожной эпидермисе крови? А, кутикула. Кутикула у аскориду, у блеста. У нас с вами все-таки целостной кутикумы нет. А если у нас есть, ну, хранение, находятся клетки крови на коре? Так и что с ними будет? С клетками крови, которых вынесло на поверхность. Да даже они есть. Еще раз, что с ними будет? В течение ровно тех самых пяти секунд. Они просто погибнутся. Сломать тело можно 105 разными путями. И при этом, да, будет возникать контакт живых клеток с воздухом. И что будет в этом месте со всеми живыми клетками? Они обязательно будут гибнуть. Поверхность кожи у нас как? А, слизь. Значит. Вот это внутреннее ткань организма. Всякая жировая прослойка, мышка и все прочее. Основу кожи – это переплетение очень прочных и гибких волокон, коллагеновых волокон. В этой сетке трехмерной идут кровеносные сосуды. Здесь же находятся все кожные рецепторы, приемники сигналов. Здесь же находятся аварийные запасы топлива, жировое включение. Так? Но это не поверхность, это внутренний слой кожи. А вот теперь ткань, которая образует поверхность. Обратите внимание, у нее будет очень хитрая граница. Граница не гладкая, а очень сильно извилистая. Зачем это надо? Это надо, чтобы увеличить площадь этой границы. Ну, ясно, что если вы взяли лист и смяли его с кладками, вы лист большой площади можете разместить на очень маленьком участке. В чем дело? На этой границе клетки очень активно делятся. И молодые клетки выталкиваются вверх. Все молодые клетки, которые здесь произошли, выталкиваются вверх, образуя свой заслое. Это клетки потенциальные самоубийцы. Таких клеток самоубийц в нашем организме чрезвычайно много. Если вы думаете, что все клетки вашего тела живут всю жизнь, в вашу жизнь, это абсолютно не так. Они не умирают даже, не в этом дело. У клеток есть внутренняя встроенная программа, генетически абсолютно необходимая, обусловленная, самоубийство, саморазрушение, которое клетка будет проходить в строго определенное время. Здесь не исключение даже клетки костей. Уж кость кажется сложной и малейкой. Ничего подобного. Время от времени старые клетки костей саморазрушаются. И приходят новые клетки. Поэтому у нас есть так называемая порождающая ткань стволовые клетки, которые все время создают новые клетки ткани. Зачем это надо? Прямо сейчас, за две минуты, проблем здесь нет. Про мутацию слышали? Мутационный процесс, процесс ровно так же неостановимый, как, допустим, температурное движение. Остановить его нельзя. Происходит всегда. В ходе мутации происходят случайные изменения программы. При этом, скажите, пожалуйста, вот у вас есть клетка токчно родившаяся и клетка, которая прожила... Вот берем три клетки. Новорожденная, только что я делаю. Клетка, которая прожила один год и клетка, которая прожила 10 лет. Скажите, пожалуйста, у кого из них в ядре накопилось больше опечаток? Раздесят. Понятно, что количество ошибок будет расти со временем. Поэтому, если клетка живет слишком долго, то можно ли доверять программам генетической информации, которые в этой клетке? Нет. А там уже с большой вероятностью накопилось очень большое количество ошибок. Будет происходить смена поколений клеток внутри организма. Старенькие... Для каждой ткани это свой срок. Старенькие сами разрушаются, и, соответственно, на их место приходят молодые. Хорошо. Классно. Значит, вот эти клетки эпидермиса. Что за фокус? Если мы такую клетку сильно увеличиваем, то оказывается, такая клетка синтезирует у себя в цитоплазме. Очень занятный белок. Название его вы вполне слышали в рекламе всяких косметических средств. Это белок кератин. Белок со следующими свойствами. По физическим свойствам, допустим, по упругостям, кератин больше всего похож на инструментальную сталь. То есть пружина из кератина будет работать не хуже, чем стальная пружина. Кератин страшно химически пассивен. Заставить его вступить в реакцию хоть с кем-нибудь почти невозможно. Даже бактерии, которые способны вообще разлагать, хоть черт вступит, все что угодно, даже бактерии с гигантским трудом и только за много лет способны разлагать кератин. И то, работая сообществом, а не по одиночке. Итак, исключительно упругий, твердый, нерастяжимый, химически пассивный белок. Классно. А теперь клетка строит внутри себя кератиновая пластина. Вот так. Кератин вот нерастворимый, это понятное дело. Скажите, пожалуйста, что при этом произойдет с внутриклеточным транспортом? Клетка должна все время передавать. А то есть клетка умрется. Что с транспортом произойдет? Совершенно верно. А в результате что с клеткой? Что с клеткой? У него нарушился внутриклеточный транспорт. Все время ее существования и стекло. Клетка включает программу апоптоза, саморазрушения и саморазрушается. Вопрос. Все остальные части клетки могут разложиться, они излагаются. А кератин разложится или нет? Нет. А кератин химически поселим. В результате на поверхности кожи что у нас скапливается? Вот здесь. Вот посмотрите, отсюда снизу все время выталкиваются молодые клетки эпидермиса. По ходу взросления они синтезируют кератин. Где оказывается самые старые клетки эпидермиса? Наверху верхний слой кожи. А в них столько кератина, что они включили апоптоз. Вопрос. Что стопится на поверхности кожи вот здесь? Система кератиновых пластинок, которые осыпятся или будут приклеены друг к другу? Скажите, пожалуйста, а все остальные вещества от стоплазма, они магическим образом исчезли куда-нибудь? Нет. Значит, классно. Они действительно отчасти разложились. И вот этот материал, а заодно и продукты ваших сальных желез, сальных желез вашей кожи. Что сделать с кератиновыми пластинками? Склеить. Вот так встроена здоровая кожа. Теперь смотрим. Есть ли у человека какие-нибудь проблемы с работой сальных желез? Выделяется слишком мало кожного сала. Достаточно ли клеящей основы для склеивания кератиновых пластинок? Недостаточно. Вы все хорошо знаете, к чему это приводит. У вас стали осыпаться кератиновые пластинки с поверхностью кожи. На оболошенных участках вашего тела эти осыпавшиеся пластинки могут свободно вообще упасть на пол или запутываться между волосами. И как вы их называете громче? Перк. Это сухая тверка. А если сальная железа работает слишком активно и выделяет очень много сального секрета, а заодно у человека слегка поменялся обмен веществ, у него побольше клеевого основы, вот в этом субстрате межклеточном. Что произойдет? А кератиновые пластинки настолько прочно прилипли друг к другу, что вообще потеряли возможность осыпаться. И что у нас начинает происходить? У нас же кератин строится постоянно. А у нас вот такие кератиновые воры начинают возникать. Потому что с нормальной кожи в конечном итоге кератиновые пластиночки осыпаются. Это одно из заболеваний у клужных, которое родственное жирной перхоти, но в данном случае это уже клиническая форма, которая будет называться псориаз. Значит, хорошо, приехали. Кстати, кто понимает, что означает слово пыль? Прошу. Дело в том, что вы имеете дело с тремя совершенно разными типами пыли. Уличная пыль, это что такое? А это скалы, истертые в пудру. Граниты, базаты, известняки и так далее. Просто измельченное достояние пуры. Хорошо, книжная пыль, которая в библиотеках накапливается. Это что такое? А это чешуйки целлюлозы, из которой состоит бумага. А квартирная пыль, которая под кроватями, где-нибудь за тумбочкой. А это что такое? На коврах. А это то, что осыпалось с вашего тела. Это кератин. Поэтому, когда говорят, что у человека аллергия на пыль, на самом деле это аллергия на что? На кератин. Да, прошу вас. Здравствуйте, это не могут быть частички древесины? Прям древесины? Ну, вот, не ямки. Скажите, пожалуйста, а целлюлоза, что такое? Прям древесины. Значит, нет, целлюлоза это химическое вещество, а древесина это часть растения, которое называется дерево. Разницу между веществом и существом неплохо понимать. Так? Бумагу из частичек древесины, попробуйте сделать бумагу из досок или из щепок. Я уж не говорю про бревна. Ничего не выйдет. Это не частицы древесины. Это как раз целлюлозная каша, целлюлозная основа для бумаги. Древесина там никакой самой по себе не осталась. Хорошо. Так мы с вами немножечко разобрались с проблемой высыхания. Итак, поверхность кожи у нас от высыхания чем защищена? Защищена кератиновым слоем. Кератин совершенно водонепроницаемый. Более того, он непроницаемый вообще почти ни для чего. Скажите, пожалуйста, много ли пор на поверхности кожи у человека? Ни одной поры на поверхности кожи, ни у человека, ни у любого другого млекопитающего нет, потому что быть не может. Давайте подумаем. Поры в русском языке называются узенькое отверстие. Классно. И мы взяли, натыкали узеньких отверстий, идущих сквозь кожу, вон поздать тело. Скажите, пожалуйста, а вот здесь, вот между клетками вашего тела, что находится? Воздух. Воздух между клетками тела. А, нет. Ура! Межпрядочная жидкость. Ага, межпрядочная жидкость. Еще раз. Контакт с любым газом для любой клетки смертелен. Любая клетка только с чем имеет право контактировать? Только с жидкостью. Поэтому внутри нашего тела, между клетками, конечно, межпрядочная жидкость. Так? А теперь вы взяли во внешнем слое кожи, понатыкали дырочек. И что с вами будет? Да вы просто вытечете на улицу. А поскольку масса вашего тела более чем наполовину состоит из массы воды, то вы превратитесь в небе, в обезвоженное ткань, да? Почему? Потому что сквозь поры в вашей кожи вся вода вытечет. Что люди называют порами? Значит, на самом деле это достаточно хитрая штука. В нашей теме выход на сушку имеет прямое отношение. Вы же понимаете, мы сейчас с вами разбираем, какие проблемы возникают при попытке выйти из водной среды на сушку. Так? Значит, дело в том, что у млекопитающих возникла здесь в коже вот такая система. Значит, клетки, которые создают кератин вот в этом слое, да? Теперь представьте, что пришел гаденький мальчишка, который взял и в этом месте очень сильно нажал на поверхность кожи и продавил вот такую яму. Вопрос, где оказались в этой яме клетки зернистого слоя? Те клетки, которые создают кератин. Где они оказались? На дне. Вот здесь. Они оказались на дне и продолжают делиться и строить кератин. Вопрос, какую форму будет приобретать скопление кератина? Такую форму, которая... Волоса. Ребят, это шахт. Волоса. Грубая шахт. Да, конечно. Из этой шахты полезла сосиска. Сосиска из какого материала? Эти. Из кератина. Ни одной живой клетки в этой сосиске, разумеется, нет. Она вся полностью кератиновая. Клетки, которые ее породили, вот здесь. Так? На бытовом языке вот это хозяйство называется волос. А вот это хозяйство будет называться корень волоса. Так? Именно в корнях волос находятся живые клетки, которые, собственно, создают сам волос. Но есть один фокус. Кератин, конечно, очень прочный. Он правда очень прочный. Но на воздухе, опять же, есть одно вещество, которое способно разрушать кератин. Не сразу, постепенно. Даже не столько кератин, сколько вот эти цементы, связывающие кератиновые пластинки друг с другом. Клей, который склеивает кератиновые пластинки друг с другом. Это вещество вам хорошо известно. Это кислород воздуха. Кстати, очередная новость, так скажем, для непрофессионалов. Если вы считаете кислород газом жизни, то вас слегка обманули. Кислород – это очень сильный яд. Один из по-настоящему сильных. В ходе Первой мировой войны были использованы впервые. Семически отравляющие вещества, в частности, был использован в боевом отношении хлор. И действие хлор на дыхательную систему солдат противника, ну просто убийственное, буквально, в смысле слова. Так вот, кислород по своим свойствам исключительно близок к хлору. Кислород – яд. Но в отличие от хлора, в отличие от хлора, его содержание в атмосфере приличное. И поэтому еще на заре возникновения жизни, вот просто меня будет читать вам Кирилл Юрьевич Деськов, циклолекция про эволюцию, он будет говорить о формировании кислородной атмосферы наверняка. Вот оказалось, что используя кислород в клетке, вот если они выживают, если они не умирают в присутствии кислорода, то они получают гениальную возможность. Сжигая топливо, получать в 18 раз больше энергии. Понимаете? Не на 20%, и не в два раза, а почти в 20 раз больше энергии. Выигрыш оказывается настолько существенный, так, что начинают побеждать адаптанты, приспособленные к выдерживанию кислорода. Вот если они выдерживают кислород, они могут пользоваться этим ресурсом, в результате их энергообмен в разы становится более активным, чем обмен у некислорода дышащих. Но вот кислород будет очень сильным окислителем, способен окислять и разрушать вещества, которые связывают кератиновые пластинки вместе. В результате, вот у вас кератиновая сосиска выдвигается, меняем масштаб, вот поверхность кожи, вот у вас волосы. Скажите, где здесь находится самый старый участок волосы? Самый участок. Понимаете, что вот здесь? Ясно, что эта часть дольше всего подвержена действию воздуха. Согласны? Хорошо. И у вас под действием кислорода воздуха распался клей, склеивающий пластиночки. Что происходит с волосами? Не упадает. Не, не упадает. Сечь все начинает. Распадается кольчик волоса на отдельной пластиночке. Да? Хорошо. А как это безобразие предотвратить? У любого млекопитающего у нас, с вами в том числе, есть в ходе естественного отбора, разумеется, эволюция. Это дело учла. Да? Вот здесь еще до выхода волос на поверхность тела есть железа. Вот она. Которая выделяет вещества, смазывающие волос тоненькой пленочкой на поверхности. Кожное сало. Так, избытки кожного сала используются для скрепления кератиновых чешуек вокруг волосемной шахты. А сам волос должен быть смазан кожным салом. В этом случае, через слой кожного сала, кислород может попасть? Нет. Не, не может попасть. В результате, будет ли волос сечься? Нет. Нет, волос сечься не будет. В 20 веке парфюмерная промышленность сделала очень хитрый ход. Современные шампуни. Первое, что делают современные шампуни, они растворяют кожное сало. Плюс к этому, они содержат пленкообразователи. Вещества, которые на поверхности волоса создают в пленке. Сквозь такую пленку кислород будет дефундировать? Нет, не будет. Волос не сечется. Но скажите, что будет с таким человеком, если он перестанет пользоваться шампунем? А все, ребята, вы же выключили свою родную систему. Вы объявили ее неправильной, грязной, ужасной. Так? Значит, и сделали вставку на некоторые вещества, которые могут выполнять ту же самую функцию. Хуже или лучше, в данном случае, неважно. На самом деле, примерно так же, если серьезно. Но теперь вы без этих веществ обойтись сможете? Да нет. Не сможете. Так? Хорошо. Вот мы немножко с вами потолковали по поводу волос. Я считаю, что вот эту тему, что переход из водной среды в воздушную, акция такая достаточно странненькая и сложная. Тело необходимо перестраивать очень серьезно. И вторая очень важная вещь. Поднимайте руки, кто может объяснить, о чем говорит закон Архимеда. Что такое Архимедова сила? Классно. Это значит, что физика почти ни у кого еще не началась, я так понимаю. Или физика спокойно проходит мимо и остается где-то там в коридоре. Хорошо, опускайте руки. При погружении в воду, каждое тело теряет в своем весе ровно столько, сколько воды это тело вытеснило. Поэтому, если у нас есть синий кит, который плавает в мировом океане. Вот он решил отдохнуть, завис под поверхностью. И я в это время под него подплыл и поднес под него весы. И взвешиваю его, пока он у меня в мировом океане. Скажите, что покажут весы? Сколько весит синий кит? Ноль. Он ничего не весит. Его вес полностью уравновешен Архимедовой силой. Хорошо, теперь синий кит решил прогуляться на бережку. Плотность воздуха в тысячи раз ниже плотности воды. Поэтому, что будет с величиной Архимедовой силой на воздухе? Силой. Ну, она, я считаю, совсем исчезнет. Те доли грамма, которые будут в данном случае компенсировать, это несущественно. В результате, животина неожиданно выясняет, неожиданно для себя, что она очень даже весит. А это значит, что с нагрузкой на скелетовую сплату. Да не просто увеличивается, а увеличивается на порядке. Вы из ситуации, где вам не было необходимости отжиматься от земли, где ваше тело было взвешено Переходите в ситуацию, где чтобы не распластаться, надо как минимум отжаться Потому что иначе просто двигаться невозможно никак То есть на самом деле любое передвижение по суше, по отношению к передвижению в воде Страшное энергозатратное удовольствие Ну и масса еще всяких других неприятностей, связанных с ушами И теперь, под конец, проговорим с вами вот о чем Да, это на следующем занятии нам окажется совершенно необходимым Давайте посмотрим, как живет либая живая плетка Поднимите руку, кто может дать определение процесса дыхания В биологии какой процесс называют словом дыхание Давайте Дыхание это укрепление кислорода, где-то из примечей других гаж и укрепление кислого гажа Классно, классно Скажите, пожалуйста, а про бескислородно дышащих, аноэробных организмов не слышали? А тогда, что за абракадабра такая? Если дыхание это использование кислорода, то какие бескислородно дышащие? Прошу вас Газообмена просто Ради прикола, да? Я иду и меняю газы, иду и меняю газы Вопрос, а зачем это надо? Для тех, кто хочет разобраться, запишите Система процессов Система процессов Обеспечивающая клетку энергией Называется дыханием Процессы могут быть самые разные Итак, система процессов Обеспечивающая клетку энергией Называется дыханием Смотрим, откуда же клетка берет эту энергию И зачем, главное, она ее тратит Дело в том, что мы живем с вами в очень странном космосе В очень странном мире В нашем мире порядок сам по себе не только возрастает Он даже поддерживаться сам по себе не может Поддерживать сам по себе и возрастать сам по себе умеет только хаос В физике это называется второе начало термодинамики Мера хаоса Это энтропия Ну, запоминать формулировку второго начала термодинамики совершенно незачем В замкнутой системе энтропия не убывает Хаос не может уменьшиться Хаос может только возрасти Причина достаточно простая Вот представьте себе, что я взял и собрал из молекул такую конструкцию Построил домик Вот совсем малюсенький, малюсенький, он из молекул А теперь, молекулярное движение остановимо или неостановимо? Неостановимо Неостановимо Оно направлено или случайно? Оно хаотично Классно Вот я построил домик и теперь летит какая-то молекула и вот так врезалась в дом Скажите, с большей вероятностью она войдет в структуру и начнет строительство следующего этажа Или с большей вероятностью она просто развалит этот участок дома Развали 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 Разумеется Температурное движение неостановимо И в силу хаотичности температурного движения Да? У нас порядок сам по себе поддерживаться не может Поддержание, а тем более развитие порядка Всегда требует вложения энергии Вот если я пришел и использую свою энергию Их сблизил, склеил и так далее Я могу создавать порядок Хорошо Теперь берем клетку Клетка это высочайшим образом упорядоченная система Если она не будет себя постоянно ремонтировать Что с ней произойдет ровно из-за этого? Что произойдет с клеткой, если она не будет себя постоянно ремонтировать? Да Просто из-за температурного движения молекул Что произойдет с молекулярными конструкциями клеток? Все содержимое высыпется наружу и разрушится А вы, наверное, просто не представляете себе клеточную архитектуру Насколько внутри клетки потрясающая молекулярная архитектура Насколько там развит порядок построения молекул А теперь у нас влезает температурное движение И начинает бомбить эти упорядоченные структуры Что с клеткой будет? Развалится Как можно поддержать порядок? Два условия Два условия Представьте себя Вы собрались строить коттедж Вот у вас есть участок в земле Сможете ли вы что-нибудь построить без стройматериала? Нет Нет Первое, стройматериалы И второе Стройматериалы сами по себе будут складываться в домик? Нет Нет, необходимо затратить энергию на то, чтобы из стройматериал создать конструкцию Смотрим Любая клетка должна получать органические вещества из окружения мира Зачем? Этот набор вы все знаете Называется белки, жиры, углеволок В чем дело? Это те стройматериалы, из которых клетка построена Полученная органика используется в двух отношениях Первое Это ровно тот самый стройматериал Который клетка будет использовать для ремонта, роста, размножения Везде, когда надо что-то строить Второе Часть этой органики будет сожжена Ставлю, значит, я сделаю Зачем клетка сжжет органику? А дело в том, что мы говорили, что стройматериал сам по себе в конструкции не собирается Не нужна энергия Вот эти реакции, идущие с выделением энергии Обеспечивают энергию для строительства А теперь смотрим Вы зажгли костер, а после этого взяли и укрыли его плотным брезентом Костер горит или нет? Нет Почему? Нет кислорода Кислород отлично поддерживает горение Позволяет ввести окисление с очень высоким уровнем в выделение энергии Поэтому самое выгодное получение энергии в воздействии Если мы в пленку еще закачиваем кислородом Ну и наконец Кто-нибудь костер вжег когда-нибудь Или печку топил Вот у вас дрова прогорели полностью Что на этом месте осталось? Зола Нет, не угли Зола Зола Угли дальше гореть не умеет А вот зола гореть не умеет Вопрос А вот при этом горении Вещь твой исчезает бесследно или остается зола? Остается Что с этой золой надо делать? Если она накопилась, клетка уже выстроена Ее надо выкидывать И вот народ Название процесса Давайте посмотрим Вот этот процесс Так называется Это что такое? Это питание Вот этот процесс Это что такое? Вот это токанье Вот этот процесс Это что такое? Выделение Вот это выделение Вот это крикита На которых стоит обмен веществ Любой живой клетки И они неразрывно взаимосвязаны Друг с другом При этом нельзя сказать Кто из них важнее Если слетают с колес Хотя бы один из этих процессов Организм все равно гибнет Так? Ну и теперь Вот эта энергия конечно Не только для биосинтеза используется А допустим без отрат энергии Ни одна нервная клетка Не произведет нервная клетка Без отрат энергии Ни одно мышечное волокно Не сократится И никакого движения не произойдет Без отрат энергии Клетка не способна Помните я говорил В мембране есть ворота Которые клетка умеет закрывать и открывать Контролируя проход веществ Так вот Управление этими воротами Тоже идет за отратами энергии Так что энергопотребление У каждой клетки на самом деле Во-первых большое Во-вторых очень разнообразное А весь источник энергетики Вот он Процесс спляничного дыхания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!